сегодня на обзоре уже ставший популярным смарт-телевизор harper u75 770 ts на сегодняшний день это один из самых доступных телевизоров диагональю 75 дюймов или 189 сантиметров конкретно в моем случае расстояние от телевизора до дивана 4 метра и это идеальная диагональ телевизора уже почти два месяца пользуюсь телеком общее впечатление положительный сейчас все расскажу и покажу наглядно для моих подписчиков открыт розыгрыш telegram канале китай ru разыгрываем три комплекта bluetooth наушников harper hb555 с активным шумоподавлением сенсорным управлением общее время работы до 27 часов bluetooth 50 условия максимально простые шанс победить есть у первых 500 участников просьба поддержать мой телеграм-канал ссылка в описании под этим видео и вишенка на торте в конце этого видоса посмотрим на моторизированный кронштейн с электроуправлением через пульт для телевизоров с диагональю до 70 дюймов телевизор упакован в огромную картонную коробку вес телевизора без коробки 29 килограмм в комплекте две массивные металлические ножки безопасно доставать телевизор из коробки лучше на полу вот такой вид сзади веса крепления 400 на 600 выпуклая часть с фактурным рисунком это пластик остальное металл снизу два стереодинамика по 10 ватт крепеж для металлических ножек и единственная кнопка включения-выключения разъем питания как у сетевого кабеля для компьютера сей слот для карты под резиновой заглушкой сбоку rg 45 для проводного интернета оптический выход для звука 3 hdmi стандарта 1.4 и 2.0 один с поддержкой rc 2 usb 2.0 разъемы для антенны и миниджек для тюльпанов также в комплекте кабель питания переходник миниджек на все тюльпаны и комплект крепления для металлических ножек инструкция на русском языке гарантия на телевизор кстати два года энергоэффективность его класса b 220 ватт в час батарейки для пульта и сам пульт с быстрыми кнопками и голосовым помощником пульт оснащен и к датчиком плюс встроенный bluetooth модуль матрица ips подсветкой direct led 4k разрешение 3 840 на 2 160 с частотой обновления 60 герц и с поддержкой hdr 10 bluetooth 5.0 вай фай двух диапазон и 24 и 5 гигагерц покрытие матрицы что-то между глянцевым и матовым отличные углы обзора по характеристикам заявлено 178 градусов после подвеса на стену самый минимум на который можно повесить телевизор от стены составляет примерно 6 сантиметров до этого ребра и так как все разъемы находятся с краю никаких проблем с доступом к этим разъемом нет очень тоненькая рамка матрицы металлическая сама же матрица имеет черную окантовку примерно в 4 миллиметра но в целом когда смотришь на телевизор с расстояния 3-4 метра экран кажется безрамочным как я уже сказал это один из самых доступных телевизоров с диагнале 75 дюймов телек на десятом android оболочка android tv все работает очень шустро по навигации вообще никаких вопросов к телевизору нет страдать от каких-то затупов ну просто точно не будете если верить аиде системная плата от бренда skywarf это известный бренд в китае который производят телевизоры оперативки 2 гигабайта 32 гига постоянной памяти и остается 25 с половиной гигабайт для установки каких-то приложений центральный процессор 4 ядра cortex a53 для телевизора частоты 1550 каждое ядро вполне достаточно чтобы прекрасно переваривать 4k контент и любой 4k с флешки с жесткого диска этот телевизор переваривает без проблем днем или при включенном свете от люстры картинка достаточно хорошего этого телевизора никаких засветов пересветов вообще не видно единственной из коробки мне не понравилось как было настроено изображение я сейчас покажу конкретно мои настройки динамическая подсветка это телевизор автоматически может менять яркость на свое усмотрение можно включить можно выключить кому как угодно чтобы глазам было максимально приятно вот это мои настройки подсветка 50 яркость 52 контрастность 41 насыщение 45 резкость можно на самом деле не добавлять там десятка была по моему по умолчанию гамма оттенков средняя и раз уж мы оказались в этом меню также можно настроить цветовой тон пор джебе каналом пробежаться есть 11 точная коррекция баланса белого я ничего не менял вполне себе нормально по умолчанию в расширенных настройках здесь всякие улучшалки в том числе и для цифрового телевидения через антенну чтобы картинка была максимально качественной на такой большой диагонали каких-то кардинальных изменений эти улучшалки практически не вносят но сможете сами там поиграться для себя может быть что-то выберите что касается звука звук здесь обычный нормальный здесь два динамика по 10 ватт есть задержка при подключении по bluetooth допустим колонку если мы или саундбар подключишь можно включить или выключить динамики dts studio sound это улучшалки звука я вам рекомендую оставить вот такие настройки то есть активировать и оставить режим объемный действительно объемный работает звук становится объемней правдивую громкость тоже можно включить можно выключить как вот на ваш вкус там это будет естественно можно скачать и установить все что угодно с флешки потому что это android чтобы поняли какая громкость этого телевизора и буду короче звук самый обычный ничего сверхъестественного и не какое-то дно вот конкретный пример 4k hdr 60fps знаменитый ролик причем с поддержкой dolby atmos dolby vision снайпер с вилл смитом все ролик этот знают внутренний плеер который стоит в телевизоре прекрасно открывает 4k hdr появилась в верхнем углу с телевизора определил что rolex hdr картинка шикарная отличная опять же если захочется настроить сейчас если хочется настроить нажимаем на пульте меню а да здесь iso занизил секунду тяжело моей камере ну наверное вот так будет максимально приближена к тому что показывать телевизор вот здесь стоп картинка прекрасная вот с теми настройками которые вам показывал натуральная трава натуральная не пережженная не супер сочная там и так далее именно натуральная когда мы нажимаем настройки всегда картинка останавливается и вот здесь уже можно поиграть с настройками вот так уже как бы перебор но картинка прям насыщенная я к тому что настроить телевизор под свой глаз можно также есть быстрые пресеты так скажем iso сделаю в авто вот так персональный но сейчас кажется темно спорт стандартный четкая действительно четкая все резкость здесь повысилась кино очень приятный такой теплый оттенок персональный у меня для ночного просмотра когда нет света и чтобы глаза не я не люблю супер яркие супер контрастные настроенные телевизоры поэтому для меня комфортно вот так еще один 4k ролик можно выбрать абсолютно любой проигрыватель можно vlc скачать я его рекомендую в принципе потому что он всеядный но и родной прекрасно проигрывает 4k два месяца уже с этим телевизором как я сказал общее впечатление офигенное потому что 75 дюймов ты реально когда смотришь какой-то фильм ты погружаешься туда но замечание к этому телевизору тоже есть важная наглядная тестовая картинка все оттенки видны телевизор отображает и плюс 1 и минус 1 единственно где эти показатели теряются это на самой белой шкале и вот здесь на самой черной вот так будет наглядней плюс один и минус один не видно но это офигенные показатели по всем оттенкам то есть телевизор в темных сценах прекрасно отображает различные тени конкретно у этой модели могу отметить один единственный недостаток это засветы на черном фоне статическая черная картинка вот я по-разному здесь и изменяю светочувствительность камеры вы можете видеть насколько засвечена матрица при любом хорошем освещении или днем засветов видно не будет в глаза не бросаются страдания будут только при полном отсутствии света и если будет видео очень очень сильно темным то есть практически черным тогда да эти засветы будут бросаться в глаза это единственный ощутимый так скажем минус конкретно этого телевизора или моего экземпляра во всяком случае четкость у телевизора отличная настоящие 4k к цветопередаче также вообще никаких вопросов цвета классные приятные тем более все очень тонко настраивается тестовая картинка на передачу цвета кожи все эти девчонки с натуральным цветом кожи не в зеленый не в коричневый не в красный не в засвет не в розовый никуда не уходит то есть у этого 75-дюймового телевизора приятная хорошая картинка у бюджетного подсветка у него дирек лет это значит что у него есть полоски за этой матрицей светодиодные и если включить сплошной белый цвет камера его видит как серый ну ладно хрен с ним он на самом деле белый но если я нажму вот здесь с балансом 1 надо поиграть постоянно визуально каких-то жестких темных пятен нет то есть более менее вполне себе на такую огромную диагональ нормальная подсветка вот на такой статичной белой картинки темные полоски можно заметить вот здесь по углам но это опять же никак не влияет вообще на общее впечатление от просмотра любого видео контента недостатка яркости здесь точно нет днем если выкрутить это все на максимум ну есть люди конечно которые любят супер яркие выжигательные картинки мне это телевизор чересчур яркий если все эти параметры выкрутить на сто процентов ну и контрастность туда же то при замере радексом в центре мы получаем 600 618 люкс это достаточно ярко для телевизора краям чуть уменьшения 600 здесь где темное пятно 512 и самый край 480 но вот в центре грубо говоря получаем все время где-то около 600 в центре даже 635 люкс у телевизора два необходимых для нашей страны цифровых тюнера dvb-t dvb-t2 у меня антенны нет поэтому телевизор я смотрю только через кинопоиск и вот на расстоянии трех метров hd-качество отличная нормальная картинка то есть вообще никаких проблем нет этот harper отлично вытягивает hd-шную картинку на и растягивает ее на 75 дюймов никаких артефактов нет по настройкам здесь все по стандартно у нас на стандартные стройки и android и вот питание два варианта либо быстрая загрузка телевизор будет засыпать либо в моем случае я его выключаю и он практически полностью отключается и каждый раз происходит холодный старт да когда включаешь допустим телефон смартфон android после перезагрузки примерно 30-40 секунд уходит на то чтобы телевизор запустился но зато всю ночь самая минимальная там микроскопическое потребление а так если его оставить в режиме быстрой загрузки по моему 1 ватт в час он потребляет но это не точно пульт и аксессуары здесь происходит подключение пульта при включении телевизора он покажет какие кнопки надо нажать чтобы bluetooth пульт синхронизировался с телевизором можно посмотреть какой процент заряда батареек в пульте и подключить какую-нибудь bluetooth аудиосистему да есть еще таймер на 15 30 60 90 или 120 минут на выключение можно выбрать источник аналоговая тв эфир кабель спутник все входы выходы которые есть сзади и я хотел еще вам сказать по поводу звука если мы включаем dts studio sound у нас появляется dolby atmos и если его включить на мой вкус звука становится хуже поэтому рекомендую его выключить и воспользоваться вот этими настройками включите объемный вот так выглядит пульт без клеенки за два месяца ни разу не протирался не мешало бы кстати ну реально использование максимальное количество кнопок очень удобный пульт голосовую поиск голосовое управление быстрые кнопки которые уже к сожалению не особо актуальны у нас стали нормальный размер такая форма лежит очень удобно в руке выглядит аккуратно прикольно здесь такой под шлифованный алюминий закос ничего не стерлось ну два месяца небольшой показатель но тем не менее голосовой поиск очень удобно в любых приложениях нажимаешь и ну в данном случае то google какая погода там я не знаю в ясентуках все прекрасно слышит причем пульт на расстоянии вот там метра практически наверху пульта есть микрофон и в любых приложениях где есть поиск голосовой можно будет сделать это через пульт очень удобно как пользоваться android tv я думаю не надо объяснять тот же netflix который не актуален его просто можно удалить из избранного все что здесь находится можно переместить куда угодно но в общем я думаю все и так прекрасно все знают и разберетесь без меня итоги такие матрица 4к 75 дюймов шикарный вариант для просмотра видео на расстоянии 3-4 метра это один из самых дешевых телевизоров которые можно сейчас купить с такой диагональю я думаю можно смело брать в первые дни вообще было вау впечатление когда ты загружаешь какой-то 4к да не знаю аватар запустили с жесткого диска посмотрели с удовольствием достаточно шустрый телевизор картинку выдает классную есть тонкие настройки изображения единственное что я вам показал это засветы вот тупо на черном экране это единственное вот на моем экземпляре ну и теперь сам кронштейн модель 7032 м максимальный вес телевизора может быть 45 килограмм максимальная диагональ 70 вес окрепления максимальная 600 на 400 есть еще модель восьмидесятка и максимальный вес 50 5 сина у кронштейна есть серийный номер приличная коробка крепежа в которой пластиковая лента для укладки проводов чтобы они были вместе хомуты 4 мощных дюбеля баллонный ключ вот для таких винтов как от стиральной машины которая держит барабан ну и здесь еще россыпью очень много разных болтов и винтиков блок питания естественно нужно будет дополнительно розетка и к приемник для пульта нужно будет куда-то в сторону его вывести есть двухсторонний скотч для его крепежа мягкие уплотнительные упоры компактный уровень если вдруг дома его не окажется вот так выглядит пульт необходимо две батарейки типа 3а декоративный пластик который в итоге все закроет всего таких 4 штуки выглядит это все достаточно качество вот здесь находятся два мотора видимо штанга сварена аккуратно покрыто все порошковой краской штука очень массивная и весит примерно килограмм 7 наверное 8 здесь ответная часть которой уже и крепится непосредственно сам телевизор необходимо будет прикрутить к веса креплению две вот эти направляющие и для установки можно использовать вот такой шаблон есть подробная инструкция все наглядно показано я думаю разберется абсолютно каждый рекомендация по установке и к датчика и отдельная информация по возможностям пульта вот так эта конструкция выглядит в сборе кнопка p1 и p2 программируемые два положения выставляешь кронштейн нужное положение чтобы запрограммировать одновременно нажимаешь m и допустим p1 или m и p2 in и out это регулировка вот этого кронштейна влево и вправо это регулировка а вот этого кронштейна если мы нажимаем кнопку авто то кронштейн открывается практически на 90 градусов и телевизор параллелен стене то же самое произойдет если нажать с исходного положения кнопку out двойной писк значит что дальше движения не будет p1 я уже запрограммировал и телевизор должен повернуться под 90 градусов в правую сторону и вот пример работы положения p2 немножко в бок и телевизор развернется на нас все это происходит в автоматическом режиме кнопка in это возврат в исходное положение к стене сначала кронштейн выравнивает большую рамку и потом уже задвигается к стене сделано явно для того чтобы телевизором который будет больше этой рамки не стукнуть об стену сейчас будет небольшой удар по стене вот и вот эти поролоновые штучки как раз я думаю сделан для того чтобы смягчить фиксацию к стене самого кронштейна также можно отрегулировать ручную остановить продолжить вот в этом положении все начну поворачивать телевизор дает он только в эту сторону сюда повернуть на 90 градусов он не даст все защита от дурака так скажем но если немножко выдвинуть вперед тогда получится повернуть и вот этот баллоник как раз понадобится для того чтобы затянуть хорошо вот эти четыре гайки из недостатка всего этого комплекта только вот этот уровень который к сожалению неправильно показывает положение по вертикали поэтому на него надеяться не стоит рамку эту можно двигать влево и вправо здесь по два болта все затягивается гайками с фиксатором резьбы если бы я установил эту рамку по центру то тогда она нажимала бы на блок питания есть возможность для маневра так скажем штука очень массивная главное качественно прикрепить к стене ну и на сегодня у меня все друзья всем добра увидимся и пока пока